и красивенько однако лен у нас растет да и здрасьте всем друзья привет уленьки мы продолжаем играть ферму 22 nf марш и у нас наступил май супер скучный май почему супер скучный потому что на наших полях делать вообще ничего на чужих полях делать нечего одно поле можно вот удобрить можно еще прополоть несколько полей но это настолько долго и она того прям но не стоит от слова совсем единственное нужно немножко нам обеспечить наше производство потому что некоторые из них остановятся в течение этого дня поэтому наверное погнали пробежимся по-быстрому что куда надо чё где произвелось значит биогаз силоса еще до хрена дегестата здесь до хрена электроэнергия на распределении и что-то она как-то и не копится не особо сильно но это ладно далее компостер я думаю что мы запустим еще линию травы отвезем сюда не знаю 2 мана например соломы надо бы подвести тоже наверное прицепчик соломы отвезем далее по лесопилки дерево не помешает завести тут в принципе место еще есть происходящей продукции пускай остается мы ее пока трогать здесь не будем лесорубом друзья нужно дизельное топливо надо наверное поддончик привести еще по поддону закинуть дерево по 108 кубов уже произвелось то есть мы но практически 330 кубов закинем еще на нашу лесопилку тоже замечательно на мастерской все нормально дизельное топливо дизельного топлива еще 10 кубов есть в принципе нормально правда техника туда заправляться ездит но ничего мы за этим следим обслуживание 55 кубов почти что уже сделалось плюс 80 загружена в спринтера далее наш нпз еще 100 кубов подсолнечников осталось прям нормально мы подсолнухов набрали 49 кубов корма произвелось но дизельное топливо 263 куба пока что все нормально можем даже производство обеспечивать этим далее наше производство удобрений надо завести жидкого навоза сюда обязательно удобрение есть 21 куб не то чтобы много но там уже наверное под накопилось немножечко компоста и кстати не посмотрел 35 кубов компоста уже под накопилось нормально этот самый компост нужно привести сюда и запустить еще одну линию производства удобрений когда под насобираем еще удобрений запустим тогда линию жидких удобрений в будущем на продажу протравка семян идет потихонечку 23 куба семян произвелось у нас уже сепаратор друзья надо забить опять-таки у нас нет денег на большую бочку придется делать маленькой но в общем-то повожу но и друзья силос который производится в нашей силосной башни 420 кубов тут есть 500 кубов травы еще пускай в общем-то лежит там ничего трогать не будем дерево сейчас можно продать по хорошей цене кстати на лесопилку 300 тысяч получить но мы его и продавать не будем в июле вроде как можно будет продать всякую деревянную вот эту вот историю dvp dsp планки наверно продадим в общем-то и миллион денег уже как бы и будет плюс еще что-то произведется до июля в июле друзья нам надо будет обязательно купить вот это вот 50 поля но стоит 1700 лучше выкупить конечно в июне чтобы вы не убрали случайно то лучше его с урожаем все-таки взять я друзья попытался засеять наши сорок пятое поле ничего из этого не вышло культивации здесь не добавилось поэтому в общем-то какой у меня созрел план капкан мы покупаем 50 поле и засеиваем его клевером или люцерной и в течение года будем его косить собирать делаем себе небольшой запас параллельно у нас будет и трава перерабатываться и клевер или люцерна я еще не решил что а вот это поле мы после следующего покоса который у нас в июле будет перепахиваем и в августе сажаем туда каналу в следующем же году мы эту каналу в июле соберем и засеем туда обратно траву и сделаем все по фэншую так что вот такой вот у меня план тут в общем то друзья я не буду вам показывать как я тут всех отправляю развести вот эту продукцию вы это сто раз уже видели это не интересно поэтому мы с вами просто встретимся в июне я это сделаю завтра на работе это в принципе довольно быстро произойдет мы встретимся в июне и в общем-то там наверно будешь учить поинтереснее что ж друзья думал я что май у нас скучный так вот июнь еще скучнее на наших полях работы нет контракт 1 на сбор урожая ячмень 73 поле прям маленькая на балансе минус 48 тысяч опять-таки есть некоторые перевозки которые нужно сделать но из этого поля с контракта я еще решил соломку украсть она сейчас как раз возится к нам на склад тюков на меня есть такое чувство что я забыл графончик поднять после работы да да ладно тут сейчас мы недолго потерпите простите пожалуйста меня что нам сейчас надо сделать нам надо друзья сделать так чтобы вот эта вот штука нормально разгружала тюки на складе тюков потому что что-то я посмотрел очень долго он будет кататься 10 минут туда обратно ему съездить солома отвести так не склад выгрузка поддонов чует я склад тюков выгрузка давай едь туда мы посмотрим где он останавливается и сделаем точку еще для тюковщика тогда я думаю что если мы сделаем ему остановку прямо на триггере с разгрузкой в кузове и постоять пять минут и он потом медленно будет оттуда уезжать тюки должны будут успевать оттуда падать что у нас по расходам в июне уже 24000 обслуживание техники 12000 цена производства за прошлый месяц цена производства почти 70000 мартизация недвижимости 37000 кошмар просто одни расходы но я друзья запустил три линии компостера отвез солома бобовых у нас 50 кубов лежала на складе она уже почти переработалась закинул туда немножко травы у нас ее много и псалом поддерживаю в общем-то салом мы честно собираем еще больше будет все остальные производства я вроде как обслужил что горела нам друзья срочно нужно бочка вот такая нормальная на 50 кубов потому что этот парниша у меня за суд за день по 200 километров наезжает просто дегистат возит очень долго это все дело возится нам надо еще и жидкий навоз и воду будут возить а плюс друзья срочно из того что нам надо нам надо купить водоочистную станцию которая 600 тысяч стоит потому что сепаратор видимо мы остановим он сейчас забьется этой источной водой и все или просто ее продать да и все и не париться так ребятишки сюда приехали и вот зря приехал первый фуражник нам так смотри надо тебе сделать так чтобы ты останавливался вот примерно вот здесь значит надо добавить там еще одну точку план давайте мы отпустим фуражника нашего или на самом деле мы эту точку просто вот сюда пододвинем да и все и там сделаем для поддонов для отюков выгрузку долго долго он возит найти он выгрузится моего припаркуем его маршрут мы скопируем и вставим в тюкалку все давай шуру паркуйся мы берем другую же себе жку мы вставляем ей этот маршрут и отправляем на поле номер 73 потом там правда надо будет ему переставить когда он туда доедет потому что уже часть убрана чтоб он там лишнего не катался все сепаратор сточная вода почти нет места давайте остановим ладно эту линию и дегистат можно перестать будет туда возить пока что нам еще будем тестировать как вот оно будет работать значится вот эту точку называем склад тюков выгрузка тюки и пододвигаем чуть подальше вот те год и этого товарища мы тогда отправляем на поле номер 73 и чтоб он сюда все возил поле 73 склад выгрузка тюков мы переносим в биогаз северный склад выгрузка склад тюков выгрузка а где это с что-то совсем слепой только что же было склад тюков выгрузка тюки где она она в обычном все правильно что я сюда перенес а склад выгрузка поддонов все затупил пардоните так вот ты едешь выгружаться на склад выгрузка тюки возишь квадратные тюки 240 разгрузку ставим в центр и стоять после разгрузки давай пять секунд и пока что стой мы сюда соломки кстати уже трохи навозили здесь уже 350 кубов а было 150 до того как начал собирать четыре приза получается отвезли ну и проехались получается вокруг везде да но почти везде вокруг часто на полоски эти вот поставим быстренько это все за тюку и возможно даже в одну машину это все влезет посмотрим через две минуты доедет отлично раз у нас этот челик освободился давайте мы ему скажем немножко покататься и у нас для него есть работа это компостер отвезти солому давайте 4 прицепа ты отвезем которые сейчас собрали на компост четыре раза давай едь рада там манч смешать будет точнее вольво и то есть протравитель семян нам надо загрузить что-нибудь силосная башня трава надо будет загрузить на это вот этого и отправим это из того что надо прям сегодня обязательно сделать производство удобрений компост да я кстати эту линию тоже запустил компоста под нас собирала сейчас еще докинем посмотрим сколько там компоста есть фед свинарник корм 8 часов всего хвата осталось погнали на нашу базу распихаем там кого-нибудь для этих целей у нас есть три мана два из них правда заняты в них лежит ящемень который надо будет отвести по контракту лишнего ящем меня здесь получается 2 куба судя по всему в этом 42 800 в этом 40 86 привести надо 80 кубов короче продадим не будем париться ради двух кубов отдадим по контракту а вот этого мана давайте отвезем отвести один прицеп корма для свиней 67 кубов его есть поэтому пускай забирает нашим свинкам покушать один раз корма для свиней отвести и вернуться обратно сюда давай шурой далее надо еще компоста перевести на производство удобрений сколько у нас этого самого компоста там уже есть 69 кубов ого-го все прекрасно давайте маленькую возилку отправим там покрутиться немножко три раза этого хватит забираешь компост выгружаешься в удобрения три раза везешь компост тоже давай погнал так солом бобовых урубаев и свинарник мы все сделали про травка семян у нас остается при компост вот сейчас отправили на компостер солома тоже отправили на производство удобрений еще жидкий навоз надо отвести и в силосную башню траву вот этот товарищ у нас поедет пропускал а это правильно он же выезжал спас они здесь уступают все хорошо а так жидкого навоза надо чтобы ты повозил давай четыре раза 50 кубов как раз у нас уже 400 кубов жидкого навоза есть прекрасно кстати в июле свинки расплодятся немножечко забираешь на свинарнике жидкий навоз везешь на производство удобрений выгрузка везешь жидкий навоз четыре раза погнал ну съезде починить пока ладно слава богу не сильно много денег требует на починку так у нас вот этот товарищ добрался или даже не трогать его 15 минут здесь искать последнюю точку его где он закончил а там пускай ездит давайте мана вольву точнее уберем отсюда не чтоб она не мешала джесси бишки работать они а трактор вон шесть тысяч сожрал прицеп 800 всего евро блин ман где-то застрял судя по инспектору и я его в тап не включил не удивлюсь даже если я ему не тот тип загрузки поставил он вот здесь его быстро нашел а потому что я ему поставил выгрузка сыпучие они загрузка и я молодец можно было одну точку на все это делать на самом деле все давай есть загружайся дальше у тебя все будет нормально а еще кстати культивация на это поле должна будет быть но денег мы не заработаем сегодня вообще как я собираюсь поле покупать пятидесятое в июле у меня идей 0 должна будет быть большая уборочная в июне в июле много полей уже вот на такой вот прям последней стадии там какие-то деньги под ними в крайнем случае еще есть контракты на силос поделаем а этот товарищ у нас уже добрался до проходки где он сейчас начнет уже наконец-то тюковку хотя где-то ему солома попадалось судя потому что у него солома уже загружена не сена если он здесь еще развернется как волковалка и все вот это вот загребет это будет тоже прекрасно он загребает отлично кайфово все нормально в общем то у него сейчас пойдут сыпаться тюки я кстати тут немножко переделал автодрайв он теперь немножко покрасивее выглядит в целом схема но функциональность все та же то есть как и работала так и остается работать но вроде как сейчас это будет работать уже даже на манах я не проверял и проверять не буду а вот этого товарища можно тогда отправлять собирать тюки 73 поля но и посмотрим как он их разгрузит это самое важное до кругами поедет но ничего страшно и этот парниша за 8 минут справиться от тюков то наверное на полную машину не насобирается но это все-таки будет быстрее если это заработает то от тюковки солома мы никуда не денемся но солома будет прям большой-большой запас а это хорошо можно будет поставить поставить потом еще тэц и эту солома лишнюю сжигать правда вроде как она довольно медленно работает но ладно да ребята за графончик простите если кому-то вдруг режет глаза хотя не знаю я например даже и не сразу заметил о этот товарищ уже даже на базу возвращать но там быстро покрутился в одном месте нас осталось еще жидкий навоз но вот это самая долгая вот жидкости не быстро происходит силосную башню траву кстати можно этого же и отправить немножко травы туда закинуть я траву кстати все отсюда вывез солома все отсюда вывез но я наверное уже об этом говорил да давай друг действительно съезде покатай травы немножко стой 9 раз ты это быстро сделаешь бга север получается склад тюков загрузка башня выгрузка и возить траву погнал но он это сделает быстро да и на протравитель семян еще надо мана отправить когда вернется тот кто корм повез его и отправим он уже в теории кстати должен скоро это и вернуться мать как красиво мак растет и классно а на 50 поле довольно красиво рос лен сейчас посмотрю еще покажу вот тоже все синенькое прикольно да а вот и ман кстати прибыл что у нас там на складе осталось пшеница ячмень овес давайте пшеницу отвезем все что осталось производство семян выгрузка пшеницы с элеватора один раз погнал что у нас тут по тюкам этого осталось работать всего две минуты пока тот дают пока фура добирается я думал что наверное я даже вручную эти тюки все пособираю быстрее будет нам все равно важнее посмотреть на разгрузку давайте шторку откроем чтобы видеть что к чему хотя так с ней ездить наверно не очень красивенько но ладно да определенно я собираю быстрее тюки чем курс play но когда ты собираешь тюки ты чё-то делаешь отправляя курс play ты ничего не делаешь он сам все за тебя делает но ничего все в порядке давай последнее выгружай бздынь все все выгрузил поехал на парковку поэтому товарищу мы тогда поставим режим работы просто выгрузка и отправляем его на склад тюков выгрузка тюки там моему все настроили пускай едет 171 куб 19 штук у нас здесь получилось нормально но раз друзья мы оттуда все убрали давайте отправим наши маны отвезти этот самый ячмень по контракту я им уже все настроил просто выгрузиться съездить то что у них кузове на ж.д. вокзал и приехать обратно сюда припарковаться все просто давайте пара и шуруйте и все делаете нас между тем один ман уже разгрузился на второй следом за ним должен это сделать поэтому чем и контракте к той примем да и второй пошел разгружаться но немножечко там продаст самая малость на 1400 всего лишь ну что поделать значит контрактик мы этот принимаем 25000 и появляется контракт на культивацию мы его берем так этому еще полторы минуты ехать поэтому мы успеем отправить наш культиватор на культивацию а вот наш культиватор он у нас будет культивировать поле номер 73 и вот отсюда 4 поворотных полосы скругленные края наверное идея плохая поле слишком маленькая кто-то там куда-то тоже приехал но и конечно же здесь моему ставим поле номер 73 погнал припарковаться по завершению у него стоит отлично пускай едет культивирует он это быстро сделает там и мы возвращаемся к нашему тюковщику который тоже почти приехал точнее тюковозу у нас из продакшен инфа уже все желтых больше нет осталось только солома бобова которую мы вырубим и трава на так все обслужили но в июле придется гораздо больше всего навозить но это будет в июле сейчас не обязательно да и траву мы сейчас тоже закинем и все здесь будет нормально не силы со кстати уже много наверное тоже имеет смысл на склад тюков повывозить так вот эта вот штука ради чего мы здесь и собрались давай друг разгружайся так чтобы ты разгрузился и мне это понравилось момент истины хоп они поисчезали он стоит три ряда бы исчезла и задние тоже в принципе успевают исчезнуть пока он выезжает я друзья предлагаю еще знаете что сделать попробовать загрузить его полностью для этого мы здесь все выгрузим в качестве тюков только подождем пока солома загрузится наверно и чтоб не мешать ему да все приезжают все молодцы у нас тут травы как раз хватит наверное выгрузим сейчас травы 30 штук кстати сверху написано что у нас 15 лежит в кузове это немножечко странно но ладно станем вот сюда вот так вот включим авто погрузку и попытаемся отсюда выгрузить травы квадратный тюк 2 и 4 метра по 6 половиной кубов ставим 30 штук кто-то сюда еще приехала я слышу а понятно да ты же быстро у нас тут туда-сюда обратно ну давай загружайся уезжай тогда выгрузим так трава еще раз 30 штук бздынь все они здесь выгружаются и залетают к нам сюда на машинку он считает что у него загружено здесь 15 тюков и больше он загружать не стал не я понял это на самом деле такая себе история но вот 30 загрузили давай съезде их теперь разгрузи скобы если у него тут 30 будет висеть он же приедет на поле за сбором тюков будет думать что у него уже есть 30 и что-нибудь потом отмочит ну ладно посмотрим проверим потом в принципе скоро то и проверим у нас июль впереди так т8 приехал на поле 73 начинает он культивировать там все очередной раз маленький трактор приехал за травкой вот для таких целей вот маленькие юрки отправить его вот в одну точку кататься вот для этого он нам и нужен был или там семена удобрения от компоста между собой если что-то надо по перекидывать тоже отличный вариант нас конечно же больше здесь в этой ситуации вульва интересует стой все ремни отстегнул тюки попадали вот эти кстати задние могут не успеть да не нормально все успевает прекрасно меня это в общем-то целиком полностью устраивает он уехал на парковку все нормально значится смотреть уже одиннадцать процентов у нас контракт на поле 73 мы друзья встретимся тогда ранним утром июля и посмотрим какие у меня завтра на работе будут грандиозные планы потому что там уже будет миллион контрактов будет куча уборочных в общем-то оценим масштаб всего того чем мне надо будет завтра заниматься здрасте еще раз друзья наступил наконец-таки июля 4 часа утра еще относительно темно но уже знаете ли можно начинать работать и сегодня у нас основными работягами будут вот эти вот три парня ну и еще конечно же все возилки которые у нас есть созрела друзья не то чтобы прям до хрена всего но отчет созрела судя по карте еще что-то созреет в августе что-то сентябре что-то в октябре и хлопок в ноябре наверное да я взял друзья десяток контрактов больше нет остальное все тюковочка нам тут предлагают убрать полбу горчичное зерно третикали пшеницу маг каналу лен и повторяются остальные на 50 поле который я хотел купить я тоже взял контракт его наверное мы уберем в последнюю очередь ближе к тому моменту я друзья уже буду думать о том что у нас происходит с финансами вся солома что будет доступна на этих полях я друзья по собираю отвезу на наш склад тюков наши поля с канолой это что за прикол наши поля с канолой я тоже уберу наверное сразу это все дело отвезу на нпз запустим линию плюс между делом все что касается наших производств тоже обслужится а может и нет короче не знаю друзья в первую очередь уборочная конечно я все пособираю отвезу на склад и тогда мы с вами и встретимся будем думать что делать 11 43 утра баланс минус 343 тысячи уже кошмар что друзья я успел сделать я успел убрать все поля кроме 50 отвез все это добро на склад плюс со всех полей где была солома я ее тоже собрал отвез на склад и в общем то вот что у нас получилось щипа это наша лежит семена наши лежат и овес наш здесь лежал все остальное добавилось сюда во время уборки плюс друзья я обслужил все производства которые мог получается подсолнухов у нас нету чтобы на нпз отвести силосная башня денег нет чтобы купить эту самую силосную добавку протравитель семян соответственно тоже все что у нас было пшеница и ячмень я туда отвез ну и на свинарник этого только-только появилась эта надпись пару часов назад солома друзья с полей я собрал сюда привез 830 кубов но это не все еще полностью забит наш склад стюками 4 миллиона литров здесь лежит траву я тоже здесь собрал поле это замульчировал и сюда всю отвез здесь у нас лежит травы миллион восемьсот тоже почти забит склад плюс наша силосная башня травой тоже забита почти под завязку так что в траве мы какое-то время нуждаться не будем я надеюсь что на этой траве мы проживем один год и предлагаю это поле засеять канолой кстати говоря по точному земледелию она у нас здесь поднялась до 80 то есть ph на максимум несмотря на все вот эти вот дырки которые тут были надо друзей еще поднять культивацию и сорняки в общем то мы сделаем это перейдя на другую культуру я так понимаю денег нам со всего того что мы сегодня запланировали на 50 поле не хватит поэтому наверное имеет смысл поставить его убирать но предварительно давайте закроем друзья все контракты которые висят я хочу сегодня посмотреть одну хреновину интересную а кстати наши поля я тоже убрал и успел их замульчировать и отвез всю нашу канолу сразу же на нпз и ее получилось 132 куба не то чтобы прям много в общем то эту линию тоже можно тогда запускать какое-то время еще поработает этот завод на этом потом еще подсолнечник соберем там тоже все хорошо будет чуть больше урожая даже чем в прошлом году скорее всего потому что у нас там по извести все выравнивается потихонечку так вот у нас есть вот это вот самое зерно которое нам надо отвезти и в контрактах у нас есть сколько чего надо привозить я друзья предлагаю начать именно с мака потому что его на один прицеп надо привести 47 800 я предлагаю 47 900 загрузить в ван и попробовать отвезти это количество посмотреть закроется контракт и действительно ли 100 литров всего лишь будет лишних отвезти нам надо перекупщику зерна поэтому давайте мы загрузим один ман этим выставляем ему 47 900 давайте даже 801 посмотрим закроется ли это и этим числом этот самый контракт если это работает то мы в общем то сможем с легкостью нотылить себе нужное количество урожая там пшеницы много третикали много она нам не помешает на производство семян так-то да и в общем то интересно будет работает это или нет правильно ли он пока потому что когда я продавал тюки тут все не очень правильно показывалось нам нужен мак одна поездка давай погнал еще друзья я хотел запустить линию с жидкими удобрениями у нас уже удобрений так-то 92 куба она собиралась и привести воды но привести воды заполнить я нашей бочкой это все дело не смог скорее всего из-за того что у нас отрицательный баланс я понимаю что вода бесплатная но вероятно она просто не может вообще ничего покупать сейчас маг примерно 1400 стоит у перекупщика зерна ровно 4 1400 но в общем то мы сейчас посмотрим должны вот в теории должны мы закрыть литр в литр а все остальное должно остаться нам раза куда его потом девать эти полтора куба что останется это другой вопрос но мы просто проверяем сейчас потому что потом тогда мы посчитаем все по пшеницей третикали об 47 801 она загрузилась прекрасно если это сработает то мы сможем высчитать просто ровненько кого куда сколько отправлять вообще нас сегодня еще куча контрактов нам показ доступна если надо прикинуть по деньгам если вдруг я их выполню хватит ли нам денег на новое поле за 1000 за миллион семьсот нас кстати еще 63 поле созревшие на карте контракта нет но тут белая это капуста не интересно ладно ману нас ездит вот сюда насколько я понимаю нет не сюда перекупщик зерна у нас вот здесь на въезде весовая посмотрим сколько это все весит я здесь написано 26 и 6 тонн и действительно 26 и 6 показывает компьютер точнее вот этот 26 600 с копейками там было ну что момент истины разгружайся давай контракт тикает и да а еще 1500 у нас продажи урожая доходы то есть надо привести на самом деле чуть меньше чем там написано немножко врет мы целый куб где-то лишний выгрузили но в принципе с точностью до куба наверно посчитать можно будет да этот контракт мы можем кстати закрывать сколько тюкования и там как бы и деньги лежат и так не хочется если не так найти у ковался уже ладно друзья давайте тогда считать канала 72 800 нам надо привести пойдем по очереди текану а канала можно на топлива так что да полезно будет то есть это один man 59 400 и 13 400 можем отправить еще нашу маленькую возилку отвезти нам это надо на гитрайды агэ сельхоз торг гитрайды агэм и отвезти туда нужно как ни странно канала одну поездку давай едь и в нашу возилку давайте ей загрузим 13 400 вводим здесь 13 400 и тоже отправляем это все дело одну поездку с элеватора на гитрайды агэм и отвезти канала погнал друг там у нас принципе два мана еще свободных можно еще что-нибудь тогда отправить полба горчичное зерно у нас еще есть из таких небольших войти наверно по прицепу на склады перекупщик зерна горчичное зерно на склады давайте здесь чтоб не менять перекупщик зерна не искать полбу туда надо полбу просто чтобы время немножечко сэкономить давай друг едь полный прицеп туда вези на этот один раз съездит отвезет горчичное зерно тоже друг погнал малыш наш загрузился 13 400 мы сейчас знаете что еще сделаем мы будем это дело отслеживать здесь есть доставлено и не доставлено если там останется 13 400 значит все правильно может я где-то там неправильно что-то посчитал такое тоже возможно или неправильно ввел я практикую такие вещи вот и приехали наши друзья на разгрузку сейчас будем за ними смотреть не доставлено 72 800 ман разгружается смотрим сколько там еще остается должно быть 13 400 но всем понимаем что не факт что так будет так здесь канала выгрузилась не доставлено 13 400 все правильно посмотрим засчитает она нам или нет ли я неправильно что-то ввел когда в маке вроде как там один литр я лишний добавлял может я что-то перепутал что там я вел 48 700 а надо было 47 800 ландине наш выгружается об да весь выгрузился но все равно куб еще продался или 2 но видимо так и будет хорошо тем временем у нас один man вот этот вот разгрузился который привез полбу сюда давайте посмотрим сколько еще нужно привести полбы 4900 горчичного зерна 5400 ну что их отправлять что ли блин они уже настроены на самом деле но давай 4900 тебе и давай едь один разик горчичное зерно тоже перехватываем тебе вводим 5400 и тоже один разик давай шуруй а мы погнали посмотрим тогда сколько у нас осталось давайте избавимся от лишнего от этого мака он нам как бы не нужен для тестов был а вот канала 2 800 пускай наш малыш вот этот давай погнал еще распускает везет на нпз да только ставим ему здесь нпз выгрузка сыпучий ночи лишним то не будет той белый загрузился 5400 прекрасно черный черный едет на парковку но моему скажем вести мак тоже разочек куда угодно пускай его везет давайте перекупщику зерна там поближе просто на складе он нам не к силу не городу сейчас к его надо будет вручную отправить это им мало просто того что там загрузится поэтому давай друг черт он едет к станции техобслуживания потом скорее всего вернется сюда этому соответственно тоже надо будет вручную сказать мол давай едь да чтоб нам они вот один куб зерна вести продавать это на такое себе так что-то продалась еще 2000 прилетела но мы давайте тогда посчитаем что мы посчитаем третикали посчитаем сколько нам его всего надо привести так 135 700 на ж.д. вокзал плюс 276 200 на ж.д. вокзал и все итога 411 900 мы собрали 429 200 это в общем то почти что 7 поездок на наши маны я предлагаю отправить каждого по два раза а последнего отправить сколько там будет не хватать по контракту где там будет осталось привести я думаю план понятен да потихонечку тут по 2000 все продается прекрасно у нас прибыл на парковка зерновоз один уже вернулся ждем остальных чая не все вернуться можно и пока что всех настроить каждому по два раза и везем на ж.д. вокзал и везем мы третикали еще два контракта будет самом деле можно их уже начинать настраивать всех в пути третикали ж.д. вокзал и отменить вот эту вот штуку и два раза давай едь черный тут как раз тоже рядом ты тоже везешь третикали тоже везешь на ж.д. вокзал и два раза стой у тебя никаких лимитов заполнения нету ну и белого мы тогда отправляем и они все втроем сейчас загрузится здесь и быстренько отвезут 6 6 доставок потом посмотрим сколько не хватает и последнего отправим чтобы он привез столько сколько надо ну и что-то около 15 кубов нам достанется это неплохо третикали же у нас продается точнее используется на семена правда да на второй линии как раз две линии параллельно будут работать все тоже хорошо все вот они очередью сейчас и будут заполняться прекрасно мы кстати один контракта приняли 32 поле вообще давайте вот эти вот четыре примем 1 2 3 4 и вот они все культивации на этих же полях давайте в общем-то их и отправим 4 поля 4 культивации 11 12 32 и 49 времени у нас много все равно там еще надо будет культивировать плюс у нас еще много дел на сегодня поэтому отправим чизелей у нас есть четыре чизеля пускай едут и культивируют правильно правильно пока у нас эти ребятушки тут возят все так мы взяли поле 11 1 поедет именно туда вот она поле 11 маршрут и есть погнал далее 2 чизеля на поле 12 выбираем ему здесь поле 12 и генерируем маршрут на поле 12 да они тут прям разные по размеру но ничего страшного даже если он там полтора часа кататься будет все путем третий чизель у нас пойдет работать на поле номер 32 выбираем ему поле номер 32 и делаем ему маршрут на этом самом поле 32 и давай друг погнал у них что-то у всех пустые баки я смотрю один такого заполненной это потому что он скорее всего заправился по пути обратно на парковку такс ты у нас едешь на поле номер 49 света до троица последняя скорее всего примерно в одно и то же время то и приедет в смысле закончит работу и вернется обратно все тебе тоже все готово ты тоже шуруй работать в сразу 4 контракта 4 техники отправили работать у нас уже кстати 202 тысячи в минуса скоро мы это исправим 42 процента доставка поле номер 46 недоставлено 118 800 недоставлено 157 400 у нас еще более 13 тоже доставляется но кстати поменьше прилично поменьше потому что пшеницу тоже отвезти там примерно такая же история будет черт двигается к зс а это вот ты да ладно мы тогда тебе поставим а режим а выгрузка и пишет что недоставлено 108 100 ну да сейчас еще белый при этом там немножко кругаем поехал из-за того что поехал заправляться сначала у нас уже остальные наверное вернулись на базу почти сейчас получается и последнего и загрузим посмотрим что ему там надо будет привести давайте на базу в общем-то и вернемся да вот они уже приехали парковаться 48 700 осталось давайте в одного из них в общем-то и загрузим столько 48 700 одна поездка давай вези а мы пока тогда посчитаем что у нас по пшенички пшенички у нас здесь в сумме меньше то лежало тут и одно поле совсем маленькой и другие тоже поменьше в общем 207 100 на жд вокзал 150 100 на жд вокзал и 27 900 тоже на жд вокзал 385 100 надо привести это примерно 6 с половиной поездок в общем-то поступим точно так же отправим 6 раз я 7 потом посчитаем посмотрим сколько останется я хотим туда же поэтому просто меняем здесь все это дело на пшеницу белого перенастраиваем загружаться на элеватере и то же самое вести пшеницу но и в общем то стой пока жди пока тот съездит кто-то может подумать что я занимаюсь ерундой но придет пассивная понадобятся семена а мы сейчас пытаемся наворовать и ровно на семена чем больше тем лучше кстати о наших полях мы смотрите сорок пятое поле мы тогда засеем канолой а тридцать восьмое тридцать шестое наверное какой-нибудь пшеницей и ячменем или просто пшеницей у них вроде одинаковый выхлоп так третикали наш разгружается я уж это потерял этого челика боже сколько уже техники работает при 956 дохода от продажи урожая то есть тоже кубе где-то продался 2 наверное давайте мы тогда его тоже здесь под настроем ввести ему пшеницу два раза сбрасываем вот эту вот штуку она ему сейчас не надо и пускай едет но этих двоих тоже мы отправляем манов наших тоже давай едь и давай едь пока они сейчас загрузится тот уже и приедет и догонит но и контракты на тридцать или давайте тогда тоже мы примем 13 и 46 поле и контракта на культивацию вместо них мы тоже принимаем начнем с 16 поля с какого 16 с 13 вот этого товарища мы отправим его культивировать у нас на балансе уже минус 54 тысячи это прекрасно поле номер 13 давай вот его ты со всей силой закультивируешь только вот парковаться по завершению не надо потому что ему четыре поля придется культивировать сегодня больших хотя может потом на одно какой-нибудь чизелей тоже все четверкой отправимся быстрее было ты в общем то давай работой довести этот красный тоже этих догнал вот он уже приезжает а эти грузится в общем то ждем тогда у нас же кстати свинки родились сегодня наверное имеет смысл их продать 662 штуки по 100 евро если продать 60 тысяч и плюс у нас еще дохренища сейчас ночью родиться знаете я наверное поставлю функцию не допускать переполнения сейчас в этом смысла никакого нету все равно продается пускай она автоматически и продается а мы погнали еще немножечко денежка взработаем и продадим наших свинок молоденьких поросяток вот этих вот на правда мы за доставку платим ну и ладно их всего по 60 штук можно продавать такое себе упс нет этих продавать не надо все на балансе у нас теперь 9000 прекрасно точнее минус 9000 мы выбираемся из минусов то лихая так контракт на восемьдесят первом поле завершён но там принципе и маленький контракте был супер маленького поля следующее у нас 16 начала заполняться 70 потом чем меньше тем лучше как раз там будет меньше перерасхода смысле поле меньше если бы 81 заполнялась последним было бы прекрасно в данном случае а вот и правда им кстати почти одинаковое время работать понятно вот этого меньше поле самое маленькое 11 он поехал остальные час пятьдесят пять час сорок пять час пятьдесят три так что они примерно в одно и то же время и закончат этого с маленького поля быстрее закончить моего на восемьдесят первое еще отправим как раз тоже маленькое все будет пучком так эти приехали на загрузку второй раз которые собираются ехать и от все еще думаю делать ли контракты на тюковку вообще не знаю сможем ли мы оттуда миллион семьсот поднять ладно мы чуть попозже примем это тяжелое решение пока у нас кстати эти ездят продают давайте мы от этого товарища отправим на лесопилку лесопилка загрузка поддонов и выгружать на наш склад выгрузка поддонов вывозить поддон заберем оттуда все двп все дсп что там есть и планки и поддоны так 16 поле тоже контракт завершён еще денежки и осталось только 70 поле 141 900 еще не не доставлено сейчас 2 мана там как раз приедут разгрузится и все будет доставлен точнее останется еще пол мана но мы же хотим посчитать точно сколько нам надо привести чтоб какое-то количество пшенички у нас осталось надо наверное сюда еще соляры привести нас вся техника ездит заправляться сюда поэтому здесь она быстро тратится линию кстати эту остановил на тех обслуживания очень много но мы скоро разберемся с этим скажем так я ее приостановил а у нас между тем последний ман выгружается контракт на поле 70 97 процент 83 процента доставка 23 100 еще нужно привести кто у нас там первый едет но давайте предположим что вот он и мы говорим ему загрузится 23 100 и один раз съездить даже сами его поставим на место загрузки чтобы это быстрее было все загрузил именно 23 100 и мы смотрим что у нас осталось у нас осталось 21 700 пшеницы и 24 куба с копейками третикали пол бу горчичное зерно кстати пол баш тоже наверно идет у нас на производство семян да тоже вторая линия отлично отвезем а вот горчичное зерно на продажу значит ты друг где он вот он и заливатора везешь на производство удобрений производство удобрений выгрузка ты везешь по лбу один разик давай погнал ты у нас везешь пшеницу один разик это же на производство удобрений производство удобрений выгрузка давай погнал забирай всю и визе и ты стой и у нас на производство удобрений выгрузка везешь 3 текалия об с 1000 продалась отлично всего 1000 в общем то примерно похожие там цифры там по-моему где-то лишний куб 2 остается так вот 3 текалия тоже давай визе а черного мана мы тогда останавливаем и говорим ему отвести горчичное зерно эту штуку мы сбрасываем ставим здесь ноль процентов один раз тоже визе продай горчичное зерно на склады там сама дорого продажа на склады все погнал эти ребята все отвезут и все у них будет хорошо мы же теперь не принимаем вот эти вот три контракта и у нас уже сто двадцать девять тысяч плюсов это прекрасно а кстати этот же приехал сюда давайте его чем-нибудь загрузим 28 поддонов у нас есть двп давайте грузим и там еще 22 поддона влезет чего-нибудь другого так это загрузили не пускай 22 поддона поддонов как бы странно это не звучало давай тоже грузись и он сейчас уедет один не загрузил но и ладно раз у нас появились деньги я еще предлагаю отправить этого товарища попытаться отвести воду на производство жидких удобрений как раз она здесь все и осталось восемь раз это получится 100 кубов давай визе до много техники в работе и фбс начинает проседать потихонечку хорошо поделать но возилки наши сейчас закончат приедут и будут здесь стоять а зачем я на склад друзья все вот это вот добро наше везу на сегодня июль и это самый лучший день чтобы продать наши двп дсп и планки до ценник тут немножко уже начал падать здесь он еще не дорос но тут на самом деле не сильно большая разница будет у нас этого всего добра навалом поэтому давайте мы это дело все продадим для этого нам друзья нужен контейнер о котором я уже вам рассказывал и под этот самый контейнер мы возьмем вот этот вот трактор месси он не справляется с этим плугом поэтому извини друг плугу мы купим какой-нибудь другой трактор а этому мы купим контейнер поэтому поехали за ним в магазин ох он сегодня накатается еще ты по-еврейски как-то заехал но ладно и так идем в магазин нам нужно купить сам контейнер сменные модули вот такой вот фургон он у нас умеет возить все что нам надо оставим ему логотипчик пьяных бурундуков вот такой прекрасный и давайте его покрасим в ониксовый цвет вот он мне нравится она прям смотрится 28000 это дело у нас будет стоить мы это покупаем а также друзья нам нужен прицеп можно купить низкий тандемный прицеп а можно обычная честно говоря не знаю даже в чем у них разница вроде как и не особо она большая для трактора наверное давайте низкий возьмем или нет давайте обычный ладно цвет обода можно покрасить давайте пускай будет черный колесики тоже можно поменять пускай вот такие вот будут и номер моему тоже меняем это уже будет номер 63 у нас сдать и готова и тоже это все дело покупаем 59400 прям как вместимость нашего мана какая магия чисел вода загрузилась кстати все нормально поэтому да действительно когда отрицательный баланс он ее все равно не грузит подцепляем теперь вот этот вот в контейнер модульный черт не попал черт там кстати яма но забыл кое-что поменять ребята а чё у вас тут потому что я их на производство удобрения отправила на же производство семян я лошара производство семян выгрузка производство семян выгрузка давай едь туда разгружайся так стык стоять тебя же разгрузка то стоит внутрь я штуки возил а нам нужна разгрузка вправо в так что давай съезде выгрузить нормально черта куда-то разворачиваться так далеко поехала не надо нам такое в есть есть нормально разгружайся чертом поддона не привязаны и что выпадают а мы возвращаемся к этим нашим товарищем ты у нас тоже едешь на производство семян выгрузка и ты у нас тоже едешь на производство семян выгрузка давай все товарищи разгружайтесь и что больше я вас сегодня не видел наверно а мы возвращаемся вот к этому товарищу во первых ему нужно назначить парковочку нашему вроде как прописали парковка контейнер да действительно такая есть назначаем и трактору и рецепу и контейнеру всем троим и давайте пока его отправим туда нет давайте мы его отправим на хозмак раз уж пока еще не все привезли на хозмак давай просто шуруй туда кстати вот здесь вот худмышью теперь тоже нет тебе это не надо а этот товарищ нормально выгрузился и отлично сейчас только эти поддона надо по закидывать на триггер что-то все-таки потерял по пути да или они там просто не дни не пристегнутые были криво косо выгрузились самом деле продать съездить поддона было бы наверное даже и быстрее чем вот так но сейчас все у нас будет красиво да такое все занятие этим заниматься конечно но ладно мне проще их вот так вот поскидывать чем потом каждый раз при продаже этим заниматься будет а да поддончик там потерялся один вижу ману него уперся и даже не один нужно заправить топливо это один из чизелей уже хочет если станет не в магатон съездить заправиться поэтому не будем обращать на это внимание этот мы тоже убираем ман едет парковаться а мы возвращаемся тогда на нашу лесопилку выгружаем 27 поддонов dsp плюс там один поддон был недогруженный и того 28 давайте тогда 22 поддона планок выгрузим я надеюсь он не уедет заранее при но он уезжает заранее стой нафиг вот ты вот так вот делаешь а на самом деле можно поставить там загрузку сто процентов типа не уезжать пока не загрузится на сто процентов и тогда все будет нормально остальное грузить друзья не будем есть друг мой выгружай поддоны и чтоб мы тебя тоже больше все не видели что у нас осталось на складе овес семена солома щепа все путем все вывезли все по красоте маны нашим и тогда друзья блокируем вроде как они сегодня нам больше не нужны зачем мы отправили этого товарища на хозмак потому что . это рассчитано на продажу с прицепа с поддонов нам нужно друзья через этот триггер тоже провести еще одну точку не сдвинуть эту а именно еще одну я думаю потому что зачем убирать стул давайте вот отсюда мы ее начнем и сделаем здесь такой вот поворотик нормально здесь повернет это мы соединяем здесь мы вот так вот проезжаем и давайте вот здесь вот поставим точку хозмак контейнер во хотя надо было наверно ту делать типа хозмак поддоны во и сюда это обратно у нас возвращается и он отсюда сможет уехать ну и что ж пришло время тогда продавать смотрите у нас ценник на планке падает на все остальное растет поэтому давайте мы начнем с планок принципе 10 раз можно съездить пускай все вывозит я его даже не буду ставить отсчет во все грузы у нас здесь перевозятся это прекрасно так вот ты возишь планки возишь их на хозмак да только новую точечку хозмак нам надо перенести в точки продажи не хозмак контейнер а загружаешься ты на складе база склад насколько я помню именно эту точку я делал чтобы она вот так вот работала но и проверим чтобы это работало этот парнишек кстати уже два прицепчика воды отвез можно запустить линию и жидких удобрений в запускаем и кстати вторую линию протравки семян тоже можно запустить потому что нам сюда приехал в третикале и полба немножечко конечно всего но пускай будет пускай работает протравитель закончит работать прям скоро скоро пшеницы чуть больше чем на два дня хватит на вода пускай катается жидкие удобрения тоже пускай будут нам же сейчас больше всего интересен склад и кстати надо же аддон это наши выгрузить к контейнер не приехала то он сейчас проехать здесь не сможет они не так быстро выгружаются как хотелось бы быстренько их все в кучку сгребаем контейнер уже сюда подъезжает не успеем сани еще некоторые у меня падают те которые переворачиваются они не выгружаются они должны вот так стоять значит придется контейнер немножко подождать и затем у нас контракт на поле 13 выполнен давайте-ка мы его остановим хотя конечно мог бы и доезжать до конца что еще ему культивировать надо а мы же приняли контракты но вот эти три не обновили так поле 16 давай ей туда до контейнер там сейчас точно не проедет потому что я отвлекся от поддонов и у нас здесь полный бедлам черт их еще и по раскидывал все как он с трудом заводится то однако стой друг терпи скоро у тебя все будет нам еще вот эти загрузить прибыл на парковка фура у нас наш вольво ну офигеть ты стал нетерпеливый ладно освобождаем ему тогда дорогу раз он такой раз она так не имется давай проезжай ну и что загрузка пошла загрузка друзья пошла тут немножко измененный контейнер в него прописано 70 кубов я сначала думал это убрать потому что но зачем оставили потом 20-30 как по-нормальному а сейчас вот честно говоря с учетом того сколько нам всего надо вывести за раз во первых я подумаю о втором таком но и 70 это прям нормальное число все отлично он уехал а мы продолжаем развлекаться с поддонами все поддоны все загружены отличненько поле канала контракт номер 13 мы кстати тоже принимаем бздынь готова в общем то друзья тогда я на сегодня закончу все речи на этом не заканчивается у нас июль не закончился завтра пока я буду на работе у меня тут курс play автодрайвик поработает все съездит по продает контракты на культивацию выполнится плюс и силосную башню кстати мы заполним силосной добавкой у нас денежки появились тоже из потребностей уберем и продадим вот это вот все что у нас лежит на складе канара поддоны у нас сейчас не очень выгодно продавать но это я потом буду смотреть по финансам друзья и может быть может быть я сделаю контракты на тюки если буду понимать что мы близко к покупке поля вот так что встретимся по сути дела через пару часов она единственное надо еще глянуть нормально ли разгружается вот эта вот вся история она должна нормально разгружаться тут еще и подруливающая ось задняя вот его прицепа для контейнера да он разгружается у него все прекрасно денежки посыпались по сути дела мы должны заработать 383 тысячи на планках 385 и 383 тысячи dvp dsp может быть еще продадим поддоны не знаю хотя пишет что в октябре хорошая цена но и сейчас она неплохая 10 тысяч экономить не знаю так что баланс через пару часов у нас будет заметно поприятнее плюс еще контрактики на культивацию будут в общем-то до встречи через пару часов выгружается только не очень быстро но это ладно итак друзья 1702 у нас на часах и 990 тысяч у нас на балансе висят еще контракты не все доделаны нпз подсолнухи кстати закончились линию надо остановить на не только-только закончились канал и есть еще 126 кубов там все хорошо значится контракты на тюковку у меня выполнены были которые я взял опять-таки взял самые сочные поля вот эту вот мелочь всю я не брал не хочу если будет прям совсем чуть-чуть денег не хватает тогда возьмем может быть а тюковка силоса практически вся выполнена вот тут осталось докосить на тюковку сена друзья одно поле второе поле уже затюковано третье поле уже затюковано и есть еще два контракта по 47 уже бегает косилка а 48 бегает сеноворошилка она закончит мы отправим туда волковалку следом тюкалку в общем-то все стандартно а тюки еще не увозил соответственно на сорок первом поле контракт силоса он уже в принципе завершён тюки оставшиеся идут на продажу у нас ну и все что тут осталось докосить тоже уйдет на продажу далее по поводу склада у нас тут проданы все поддоны и все планки сейчас выводится dvp но и dsp еще потом в общем-то миллиончик мы наскребли потом итоги посмотрим нужно миллион восемьсот если что но пока что я друзья тут вспомнил еще про одну штуку который хотел сделать и почему бы не сделать ее сейчас а именно развести техобслуживание всем кому надо и сделать соответственно точки выгрузки чтобы у нас это было в автоматическом режиме еще 37000 нам прилетело и еще награда за эко счет на данную секунду техобслуживание надо нашему компостеру а лесопилки не надо лесорубам надо техобслуживание причем им кстати много-то надо на нпз тоже как ни странно не надо навесы наши требуют но их мы всегда вручную будем пополнять потому что их тут надо немного редко и там надо технику выгонять далее производство удобрений у нас требует техобслуживание протравитель семян у нас не требует их обслуживания как ни странно, сепаратор требует и все получается сепаратор, удобрения навесы, лесорубы и компостная яма я друзья думаю, что мы знаете что сделаем мы добавим точки выгрузки везде на это самое техобслуживание на карте автодрайва, несмотря на то, что они в те же триггера выгружаются, что у нас есть закинем их в одну папку и будем отправлять вот этого челика просто кататься со сменой точки доставки он у нас полностью загружен поэтому давайте мы наверное или загнать сюда техобслуживание сейчас, не, сюда сейчас не надо у нас там и так везде просадки идут поехали сначала к лесорубам, потом на наш производственный комплекс, где семена и удобрения, хороший вопрос, куда оно здесь выгружается, то ли там где топливо, то ли там где поддоны, видимо там где топливо да, там где топливо оно выгружается, я думаю, что мы тогда сделаем ту же самую точку давайте вот следующую за ней а почему бы и нет, это будет ТО лесоруб 1, во здесь он будет выгружать ТО первому лесорубу, вот на этой точке да, прекрасно он будет на нее ловиться вот сюда вот, мы тогда делаем ТО лесоруб 2 и соответственно третьему то же самое сейчас сделаем, вот например вот на эту точку, и оно прекрасно должно будет работать, ТО лесоруб 3, во с этим понятно, поехали теперь к нашим семенам удобрениям компосту оно тут кстати рядом совсем так, про травитель семян не надо было в компостер надо было, да, и оно тоже там где топливо да, в принципе и здесь тоже можно выгружать задним ходом, задним ходом, давайте его задним ходом вот здесь вот сделаем потому что я боюсь, что он, хотя ему все равно здесь проезжать надо будет надо еще одну точку тогда делать давайте тогда вот эту точку мы сделаем вот, вот эту, а это у нас компостер ТО компостер, тогда она будет это есть далее, производство удобрений у нас требовало если мне память не изменяет да, производство удобрений требовало здесь точка и так далеко мы друзья тогда добавим еще одну сюда вот это вот мы стираем добавляем сюда еще одну точку вот так, их соединяем и на эту точку добавляем ТО удобрения, и давайте производство удобрений, здесь тоже это все дело должно у нас работать. Все еще здоровенный триггер. Отлично. И я вот не помню, на сепаратор надо было или нет. Давайте заедем, просто посмотрим, выгружается ли оно туда. Здесь, кстати, для фуры так себе заезд. Здесь не надо, да? Не, здесь надо. Здесь есть. А куда оно выгружается? Вот здесь оно выгружается. Тогда давайте вот следующую точку, вот эту сделаем. Это у нас будет то сепаратор. Все, готово. Теперь мы делаем папку тех техобслуживания. Техобслуживание, во. И в эту папку техобслуживания закидываем все точки, которые мы сейчас сделали. Соответственно, следующие заводы, которые мы будем ставить и будут требовать техобслуживания, будем добавлять просто туда такую же точку в эту же самую папку, отдельную. И все прекрасно будет работать. Силостная башня. Что это за точка? Есть туда. Потому что я хз, почему оно делает в этой папке и что надо было? У нас тем временем кстати еще денежки капают. Прекрасно. Я боюсь, миллион восемьсот мы не насобираем. Хотя, как знать. Тридцать восемь тысяч еще плюс. Знаете, я еще думаю, что мы вот этому товарищу скинем максимальную скорость до семидесяти, чтобы он не летал. Семьсят и так хорошая скорость. А летать здесь сотку вообще никакого смысла нет. Ну, видимо, уже приезжает к этой самой силостной башне. А тут просто точка силостная башня. Для чего она мне? Хоть убить я не могу вспомнить. Но зачем-то ж я ее делал. Без понятия. Ну ладно, давайте ее удалим. Она нам не нужна. Так вот, друзья, что мы делаем? Смотрите. План капкан. Возим мы техобслуживание. Везем мы техобслуживание на ТО компостер. И загружаемся мы на парковки. Парковка ТО. Или он у нас не в парковках, он у нас на базе. ТО выгрузка. А, парковка ТО. ТО выгрузка, это понятно, что. Кто-то завершил работу. Сейчас разберемся. Ставим ему в настройках менять доставки. Он, в общем-то, ведет, едет тогда на ТО компостер. Выгружается там, сколько сможет. Если места не хватит, он поедет обратно потом. Потом он возвращается на парковку ТО. Загружается этим самым техобслуживанием. После чего меняет вот эту вот ТО компостер на ТО лесоруб. Едет туда, выгружается, сколько сможет. Потом едет опять заправляется, меняет на ТО лесоруб и так далее. Давайте, в общем-то, за этим немножечко проследим. Пускай катается. У нас там вроде как довольно свежие вот эти все производства. Там еще немного требуется этого техобслуживания везде. Но надо просто его поддерживать всегда в максимуме. То есть почаще вот это все дело запускать. А здесь его, в принципе, немного требуется. То есть он разгрузит куб. Кстати, он может поменять точку загрузки и поехать сразу на следующую. Мне кажется, это может так работать. Но посмотрим. Итак, мастерская. Мы эту линию опять запускаем. У нас высветилось, что почти нет места. Но мы сейчас там позаполняем и разгрузим ее. Это все нормально. Я ее выключил, чтобы она не забилась. А ты пока едь. А мы пока посмотрим, кто там завершил работу. Вот ты завершил работу. В принципе, тебя можно переставлять на соседнее поле номер 47. Как раз стартовая точка у него вот с этой стороны будет довольно близко. И это последнее поле, которое нам надо делать. Поэтому после этого ты едешь на парковку. И с начальной точки, в принципе, можно его даже прямо отсюда запустить. Не гнать на поле. И раз у нас тут все доделалось, то мы, соответственно, ищем еще нашу волковалку. И ее отправляем на поле 48. И маршрут здесь тоже рисуем. Во. Готово. Давай, едь, шуруй. Блин, а этот товарищ не докосил. И поехал заправляться. Ну ладно, пускай съездит заправиться. Потом докосит. И в общем, в любом случае у него все нормально будет. Но совсем чуть-чуть ему там осталось. Этот сразу начинает. Он, в принципе, не доедет до того места. Не так быстро. Это все нормально. И мы посмотрим за нашим спринтером. Самое сейчас интересное, как это будет работать. Я здесь, друзья, еще не навел порядок. Но сейчас очень надо купить поле. И прям уже горит. Купить это самое поле. О, еще на 20 тысяч продано тюков. Отлично. Так, мы едем на наш компостер. Здесь ему совсем немного надо выгрузить будет. Ну давай, заезжай, пожалуйста. У тебя получится. Этот он здесь не заезжает. Трактора заезжают, а этот товарищ не может. Надо сделать ему тогда индивидуальный заезд здесь. Так, мы тогда вот эту точку отсюда похищаем. Здесь создаем новую. И здесь тогда сделаем вот такой заезд. Как-то, наверное, вот так вот, да? Трактора по этой линии ездить не будут. Потому что здесь стоит точка. Они будут ее стараться объезжать. Будут объезжать по верхнему пути. Ну давай, еще раз попробуем, посмотрим, заедешь ты сейчас или нет. Здесь такой подъем прям неприятный. Да, не сильно он объезжает. Но объезжает, кстати. Видите, заехал и нормально. И поменял, и поехал дальше. Он здесь не разгрузился. А почему он здесь не разгрузился? Блин, надо его задним ходом тогда здесь выгружать. Да и все. Сейчас еще попробую попади. А мы ее просто сотрем вместе с этой линией. Вот так вот. Если мы просто вот эту точку сделаем, он не будет доезжать. Поэтому давайте мы сделаем, вот этот момент мы сотрем. Здесь сделаем еще одну точку. Вот такую. Вот такую вот точку, да. Здесь мы задний ход вернем. Вернем потом еще передний ход, чтобы нормально все было. И вот на эту самую точку повесим ТО компостер. И этот самый ТО компостер переносим в новую точку. Переносим в техобслуживание. Вот так вот. И здесь тогда еще раз начнем с ТО компостера. Посмотрим, заедет он там, не заедет. 39 секунд. Нормально. Смотрим. А блин, он сейчас на этот заезд опять не сможет подняться. Не исключено такое, да? Вот сейчас, кстати, поднялся нормально. И все, начал выгружаться. В общем-то, меня это устроит. Вот, ладно. Он выгрузился. Выгрузился сколько надо. Сейчас он поедет разворачиваться. И он... А, он еще до точки не доехал. Он сейчас попытается доехать до нее нормально. Ну и пускай едет. Триггер он нашел. Все, теперь доехал до точки. И он уже поменял на лесоруба. Только почему-то второго, а не первого. Потому что у него осталось больше 85%. Было бы меньше 85%, он бы поехал тогда на пополнение. Почему лесоруб один? Давай, на лесоруб один дуй. Вот там уже надо выгрузить будет больше. В общем-то, вот такая вот система. Мы точно такую же сделаем потом со сбором сточной воды отовсюду, наверное. И может быть еще что-нибудь такое одинаковое. Может быть доставку поддонов имеет смысл так сделать. Именно развозить. Всем. Но это потом. Когда будет прям излишки поддонов. Прям очень их много будет. У нас пока столько нету. Да и смысла такого нет. Но в общем есть вот такой вот интересный вариантик. А почему ты приехал к дилеру выгружаться? Как будто тебе удалили какую-то точку. Ты на хозмаг контейнер едешь, друг. Что с тобой не так? Тебе никто ничего не менял. У тебя все должно быть нормально. Так, а вот этот маршрутик, кстати, который мы на волковалку. Мы его копируем. Потому что его надо будет вставить вот этому нашему товарищу. Он у нас потом поедет по маршруту волковалки все это работать. Но чуть попозже. Ладно. Друзья, добиваю тогда контракта. Вот эти вот продажи уже до конца. Или посмотрим, как он тут это самое работает. Ладно, давайте посмотрим, как он работает. На что он там выгружает и на что меняет. Контракт на поле 41 завершен. Это тоже прекрасно. А наш вот этот товарищ приехал на лесоруб 1. Сейчас он здесь будет выгружаться. В лесорубом, по-моему, до хрена уже надо было этого самого техобслуживания. Да, тут аж 70 кубов влетит. Блин, а у нас даже может и не хватить им. 70 на 3 это 210. 70 в сумме. А у нас в сумме даже 180 всего. Надо им, значит, не полностью как-то выгружать. Да, и выгружается оно медленно. В общем, что не хватит, то не хватит. Пока что проблем у нас с этим здесь нет. С нехваткой этого самого техобслуживания. Можно будет потом еще планок завести сюда и запустить одну линию, если будет не хватать. Вообще, кстати, у нас уже требуется больше, чем мы производим. Поэтому да, имеет смысл завести туда планок. Можно руками просто один поддон отсюда унести. Мы тогда, наверное, включим вторую линию, а первую выключим. И эта линия у нас будет производить 48 тысяч. Ну и прекрасно. Требуется 29. Тогда будет вот так работать. Только нужны туда планки. Планки, несмотря на то, что мы все вывезли, у нас тут уже она собиралась. Слушайте, надо будет тоже это вывезти, продать, наверное. Давайте один поддон мы создаем. И прям руками его отвезем на наше техобслуживание. Из-за одного поддона гнать сюда фуру. Ну такое себе. Тут пройти понты. Выгружаем сюда эти самые планки, доски. И хороший вопрос, насколько этого всего хватит. Скорее всего, надолго. Планок требуется 2400 в месяц. Один поддон на два месяца. 30 поддонов, чтобы обеспечить на год. Все нормально. Оно даже исчезло из списка. Больше, чем на два месяца. Отлично. Этот товарищ тоже уже почти закончил работу. Прекрасно. Да, выгружается он крайне медленно. До сих пор не выгрузился. 30 тысяч там осталось. Значит, он поедет загружаться. Я, кстати, друзья, на нашу силосную башню раскошелился и завез сразу целый прицеп силосной добавки 12500. Потратил на это кучу денег, больше 100 тысяч. И сейчас об этом жалею, потому что вот именно их сейчас на поле и не хватит. О, все, закончил он выгрузку. 9 кубов всего осталось в нем. Следующий он наметил лесоруб 3. Что-то он как-то по своему какому-то алгоритму перескакивает. Но да ладно. В общем-то, пускай он... А, он сразу поехал и выгрузит туда, сколько сможет. Да, все оставшееся. Но выгружай. А если он выгрузится полностью, поменяет ли он точку, интересно, нет? В теории это должен. Смотрите, какой у нас там челик это все дело возит. Здравствуйте. Вот он через лесорубов людей ходит валом. Все, он все высыпал, едет на загрузку. Я так понимаю, что он точку все равно поменяет, когда загрузится. Ладно, подождем, посмотрим. Наши поля, кстати, я уже тоже известью посыпал все. Ну, точнее, как все. То, что канулы мы убрали сегодня, то и посыпал. Контракты на культивацию тоже, кстати, я доделал. А этот товарищ у нас приехал на загрузку. Но, да, загрузка, он как только ловит триггер, он сразу начинает загружаться. Поэтому он не доезжает здесь до конца. Но когда будем его парковать, он будет загружаться, все будет нормально. Я так понимаю, мы сейчас развезем абсолютно все техобслуживание, что у нас есть. Наверное, соляры сюда имеет смысл привезти. Три куба всего осталось. Что у нас еще техника сюда заправляться ездит. Мне интересно, больше всего он поедет к лесорубу три или поедет дальше по списку всех заполнять. В принципе, если поедет по списку, то там дальше идет производство удобрений. Вот эти опять компостер и так далее. В общем, мелочь все засыпет, а лесорубам надо больше всего. Компостер мы заполнили. Лесоруба одного заполнили, одного нет. Второму чуть-чуть, третьему чуть-чуть. МПЗ не надо. Навесы вручную потом заполним, когда надо будет. Прям припрет. Кстати, 30 кубов влезет на производство удобрений. И в сепаратор 6 кубов влезет. Нормально все. Так, Биг М у нас припарковался. Он молодец. К этому товарищу еще 6 тюков собрать. В принципе, контракт можно принимать. Давайте сами быстрее соберем их. Контентюк еще далеко. Ладно, за этим последним тюком есть друг сам. Продав ДВП и ДСП, мы получим еще 500 тысяч. У нас будет. Слушайте, нам должно хватить денег на поле. Прям должно, судя по всему. Ну и отлично тогда. Потому что есть же еще контрактики на тюковку. Тут тоже 100 тысяч в сумме где-то получится. Даже больше. Вот 57 мы получили. У нас есть миллион 300. Нам еще 500 тысяч надо. Лепота. Хорошо. Вроде как все будет прекрасно. Прекрасно. О, тут вот, конечно, есть косяк, да? Ну, жди, друг, тогда. Пока он заполнится. Больше тебе ничего не могу посоветовать. Тем временем, наша Вольва выгружает последние тюки силоса. И сейчас мы его отправим собирать уже квадратные тюки. Поедет он у нас на поле номер 74-75. Не знаю, какое точно. Собирать он будет квадратные тюки 240. Мы его останавливаем. И поле ему тоже еще выберем для работы. Хотя лучше, конечно, его вручную там собирать. Это он может утопиться. По крайней мере, вокруг, которое проехать, собрать вручную. Поэтому даже его курс плей сейчас не включаем. Начинаем потихонечку вывозить уже квадратные тюки. Скоро эти контракты тоже все будут закрыты. Он у нас загружается и выгружается 100 литров в секунду. Судя по всему, прописано там. Вместимостью 80 тысяч литров получается 800 секунд. Это больше 10 минут. Почти 15. Не самое быстрое занятие, да. Ну и все, почти загрузился. Куда он поедет теперь? Он едет на производство удобрений. Понятно, они здесь не разъехались все-таки. Ничего страшного. Значит, он сейчас едет, заполняет всю мелочь. А потом все остальное. Лесорубы будут в конце. Тогда, друзья, уже точно. Заканчиваю контракт и заканчиваю все продажи. И мы с вами тогда встречаемся. Значит, друзья, что мы имеем? Все сено с полей вывезено. Сейчас последний прицеп едет закрывать 48-ое поле. Я поскидывал очень много тюков к нам на склад. Их у нас тут аж лежит на 755 кубов. Насколько я понимаю, нам надо привезти еще 390 кубов. И 270 сейчас едет туда. То есть останется 120. Но с тюками что-то оно как-то не совсем правильно считает. Кривовато, косовато. В общем, машинка сейчас доедет. И все будет нормально. Плюс, друзья, у нас уже на балансе 1 миллион 790 тысяч. Еще 8 тысяч и мы сможем купить новое поле. Так что с деньгами вроде как у нас все в порядке. На складе осталось еще 215 кубов этого самого ДСП. Вообще кайф. Этот закончил кататься, у него все хорошо. Точнее у нас техобслуживание закончилось. Поэтому он закончил кататься, лесорубов дополнил не до конца. В общем-то накопим 80 кубов. Загрузим машину и отправим его еще раз по всем точкам. Все поразвозить. Так, вдруг давай выгружайся. Он потом съездит еще раз на 48-ое поле. Увидишь, что там тюков нету и поедет домой парковаться. Я его трогать в общем-то и не буду. Хотя с другой стороны можно отправить его просто на парковку отсюда. Да и все, когда он разгрузится. Бздынь готова. 66% у него произведена доставка. Давайте шторку тогда закроем. И отправим его на парковку. Давай, едь. Меж тем наш ДСП тоже продается. И у нас там все хорошо. По контракту 148 кубов не доставлено. Я в общем-то действительно не знаю как это работает. Давайте отправим наши маны по одному разу съездить перевезти еще сено. Вот с тюками оно считает как-то все не очень хорошо. Все наши маны отправляем по одному разику. Загрузиться на складе тюков. Выгрузиться на животно-отческой базе. И сено, разумеется, им туда отвезти. Всех троих отправляем. По одной поездке такой сделать. Только здесь тоже сено. Все, погнал. Ну а мы, друзья, так как у нас есть денежки. Идем покупать 50-ое поле. Мы на него взяли контракт. Но вроде как этот контракт сейчас исчезнет с тем моментом, как мы его купим. Миллион семьсот девяносто восемь. Купить? Да. Ну и надо, друзья, сразу же отправить товарищу взять пробы. И надо этому товарищу сделать все-таки парковочное место. И давайте прямо сейчас и сделаем. Это же вроде как не сложно. Тем более он такой самоходный. И весь из себя юркий. Все должно легко получиться. Давайте вот отсюда начнем запись. Видимо вот эта точка. Надо ее соединить. Аккуратненько здесь поворачиваем налево. Распрямляемся. Наверное, еще одну точку стоит, да? Вот так вот. И задом аккуратненько сдаем. Можно, наверное, даже еще назад. И даже еще назад. Вот. Давай. Вот сюда. Вот отлично. Он там где-то упирается. Так. Запись выключаем. Нет. Давайте вот на заднюю все-таки точку сделаем. Парковку. Парковка грунтоноса-то у нас будет называться. И вот эти вот точки, друзья, мы соединяем в обратном направлении. Чтоб он здесь нормально выезжал. Как показала практика, это хорошее решение. Вот примерно вот досюда. Ну, а здесь тогда нарисуем ему выезд вот такой. И выглядит аккуратнее. И вроде как работает такой вариант получше. Парковка грунтонос. И эту точку переносим в парковки. И назначаем этому товарищу. Давайте сперва мы его отправим сюда припарковаться. Посмотреть, чтоб он нормально здесь парковался. Парковался. Сделает небольшой кружочек. И ладно. У нас тем временем загрузились все сеном. Да, это последний уехал. В общем, надеюсь, что действительно на контракт хватит. Потому что контракты на тюковку считаются как-то по-особенному. Скорее всего, тюки как-то по-особенному считаются. Блин, 8 часов уже, а работы у меня еще не почетный край. На этом самом 50-м нашем новом поле. Ну, давай, друг. Задним ходом заезжай. Как тебя учили. Ровненько, аккуратненько. Ну, это, скажем так, одиночное, без прицепа, транспортное средство. Оно должно заезжать всегда просто на ура. Все. Отлично. Прям шикарно. Ну, и тогда мы говорим ему, во-первых, припарковаться по завершению. Отправляем его по курсплею. Тогда снять пробы. Не знаю, имеет ли смысл делать здесь поворотные полосы. Кстати, давайте 50 метров максимум. Блин. Я не заменил, кстати, наш этот самый Precision Farming. Давайте я, наверное, вот сейчас его обновлю. И тогда мы этим займемся. У нас там, кстати, сено выгружается. Второй прицеп, кстати, уже выгружается. 93% контракт. 93% произведена доставка. Сейчас третий выгрузится. Посмотрим, что там у нас засчитается, не засчитается. Они все и троицы как раз здесь одновременно и приехали. Выгружаем. Еще 38 тысяч нам, кстати, прилетело за ДСП. Прям шикарно. Да, и контракт выполнен. И примерно плюс-минус. Там была правильная цифра написана. Еще на 1000 мы продали. Отлично. Хотя, знаете, наверное, давайте с таким размером его отправим. Пробу снимать. Уже потом как-нибудь мы проверим. Я заменю. Или, или... Ладно, хорошо, сейчас заменю. Сейчас припаркуются наши маны. Я перезагружусь. Заменю на стандартный этот Precision Farming. Один момент. Ну и да, контракт на 48 поле мы, конечно же, тоже принимаем. Осталось самое неинтересное, наверное. Итак, перезагрузились мы. Давайте эту штуку заведем. И вот она теперь, маленькая попусечка. Вроде как она 30 метров, да? Давайте отправим ее по курсплею попробовать снять пробы. Здесь все так же 46 метров она показывает. Пускай будет одна поворотная полоса. И не знаю, имеет ли смысл это дело. И на поле 50 ее отправляем. Давай, погнал. И он вроде как вернется по завершению своей работы сюда. Ну, сейчас посмотрим, как это будет работать. Так, у нас съездил, обслужился трактор, который возит ДСП. Ему там 3 раза осталось всего съездить. Блин, 8 часов уже. Нам, друзья, за оставшиеся 4 часа этих суток нужно убрать здоровое... Во-первых, снять пробы с этого поля. Во-вторых, убрать его. Потом убрать солому с него. Замульчировать. Посыпать известью. И засеять там люцерну или клевер. Я еще даже не решил, что. Наверное, люцерну. Уборка будет, разумеется, в 3 комбайна. Скорее всего, даже время переостановлю. Потому что вот у меня есть чуйка, что не успеет это все сделаться. Поле будем тюковать. Тюки к нам на склад. Тут солома льна. Есть вероятность, конечно, что она не влезет к нам на склад все. С последним обновлением карты, кстати, понерфили немножко цену на эту самую солому льна. Ну, пускай она лежит у нас на складе. Может быть, когда-нибудь мы ее продадим. Вот эта штучка приехала на 50-е поле почти. Сейчас посмотрим, чтобы это все дело у нас работало. Да, эта хреновина у нас тоже такая, знаете ли, маленькая, юркая. Так, он прибыл. Он разложился. И он сейчас пойдет что-то снимать. И хороший вопрос. Это ширина и радиус. Правильное соотношение. Сейчас будем настраивать. Бздынь. Пробу взял. Тут, разумеется, жалко, что вот не показывает это все дело. Но показывает вот здесь. Слушайте, по-моему, это прям даже идеальный размер, да? Мне кажется, вот он прям идеально. Именно, чтобы все перекрыть. Сейчас вот он вторую берет. Да. Есть у меня подозрение, что вот эти 46 метров не просто так выбраны, а под стандартный размер. Здесь у нас все абсолютно плохо с эко-счетом. Но мы это сейчас все выведем под 100%. Ну, точнее, удобрение PH, наверное, не выведем. Посмотрим. Но следующий урожай уже будет 100%. И, кстати, это здорово нам сейчас подкосило все продажи. Но там два раза осталось ему продать. Два раза полных и один раз неполные. Поэтому, ладно, уже на этих процентах мы не сильно потеряем. Ну что, друзья, вроде как отлично снимает. Сейчас через минут пять посмотрим, когда он на проходы пойдет. Как он там будет перекрывать. Это самое интересное. Пока что давайте посмотрим наши финансы за сегодняшний день. Итоговые. Да и, в принципе, май-июнь тоже можно глянуть. Два скучных месяца было в этой серии, по-моему, все. Хотя я ее около недели записываю, эту серию. Но, да, вот так вот получилось. Опять, видимо, длиннющая получится. Итак, много жрет у нас амортизация недвижимости. Цена производства тоже немало. Доходов в май-июне толком никаких не было. Продажа урожая, видимо... А, уборка маленького поля у нас была, да. Ну и доходы по контрактам тоже такое себе. 24 033. А вот в июле у нас, во-первых, новая техника появилась. 59 400. Это, насколько я понимаю, наш контейнер с прицепом. Я уже забыл, ребята, простите. А продано животных на 46 тысяч. Покупка участка минус 1 миллион 800. Обслуживание техники 300 тысяч. Цена производства понятна. Продано тюков. Это, друзья, излишки с контрактов на силос. Продано. Это наши вот эти вот поддоны. Все вот это. Планки ДСП, ДВП. 1 миллион 400. И сейчас еще... Ну, в общем, до 1 миллиона 400 мы дотянем. Чуть больше будет. Расходы на топливо 13 евро. Без понятия вообще, откуда взялись. Доходы от продажи урожая 16 тысяч. Это тоже излишки с контрактов, которые нам не сильно нужны были. Типа Мака и еще что-то мы продавали. Доходы по контрактам 866 тысяч. Очень даже все хорошо. Ну и другое. Это, друзья, процент за эко счет. Вот, но здесь вычтено... Вычтено. Вычтено, да. Что там случилось? А, еще продалось. Отлично. Вот уже 1 миллион 412 тысяч. А здесь вычтено около 150 тысяч за прицеп силосной добавки. Где 110 тысяч, 112, не помню. Целый прицеп, друзья. Я на силосную башню отвез. Это 100 тысяч. То есть, ну, 150 тысяч вот этот вот процент нам точно принес. Ну да. Было 11, по-моему, или 12 процентов. Вот от 1 миллиона 400 все. И пошло. Прекрасно. Так, он пошел вокруг. Вот здесь вот он кусочек не взял. Ай-яй-яй. Плохо. И вот здесь вот он кусочек не взял. Видимо, надо будет вручную взять эту пробу. Так вот, за остаток этого дня, я уже говорил, надо собрать это поле. Я его отвезу весь на склад. Весь этот лен. Леную солому тоже отвезу на склад. Все, что влезет, забьем. Хотя то, что не влезет на склад тюков, влезет в элеватор потом. Не проблема. После чего это поле полностью обработать и засеять какой-нибудь травкой. Клевером или Люцерной. Ну вот, как-то вот такие вот планы. На этом, друзья, мы сегодня эту серию закончим. Спонсорам огромнейшее спасибо за поддержку. Если не хотите ждать следующую серию на Бусти, ее уже можно посмотреть. Он, кстати, даже не пишет, когда, сколько ему по времени работать. Но ладно. Так вот, на Бусти эту серию уже следующую можно посмотреть. Ну и, в общем-то, все. Всем огромное спасибо за просмотр. С вами был Никита Дилай. Всем пока-ки. Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok